Девушки отдыхают Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать и собрать более мощные силы В Каэр Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать В таком случае следует попросить о помощи врагов Лучшее оружие против дикой охоты — магия Значит, нам нужны чародейки, мастера магии Ты имеешь в виду ложу? Я не хотел бы вовлекать ложу в дела Цири Не доверяю я этим женщинам И что ты предложишь взамен? Биться в одиночестве и умереть прекрасно, но совершенно бессмысленно? Нет, Геральт Мы чудом пережили схватку с дикой охотой И за мизерную победу заплатили тяжкой потерей Хватит партизанить Время дать врагу открытый бой Я заключила соглашение с Императором В обмен на помощь ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда Это будет нашим козырем в торге Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек Ты мне поможешь? Разумеется У меня даже есть мысли, где начать Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения С меня хватит Я не дам себя никуда везти, как мешок Я не хочу сидеть сложа руки Я устала ждать и прятаться Ты права Ты доказала, что можешь о себе позаботиться Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется Чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать Она опасна и для себя, и для других Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции Во-первых, нихрена подобного А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне Пока Цири нужно время Это правда А еще ей нужно заниматься Она должна научиться управлять своими способностями Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасно, чем Дикая Охота Хорошо Мы еще ненадолго останемся в крепости А потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде Встретимся у Лютика Пойдем, Йен Чем раньше мы отправимся, тем лучше До свидания Продолжение следует... Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми попыток А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит Продолжим позже С маятником у тебя тоже сначала не выходило Геральт, прошу тебя По сравнению с этим, маятник легкая прогулка И вообще не в этом дело А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет Пока я не перестану думать о битве А мысли о котятах и ванильном пудинге В голову почему-то не идут Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило Ну что угодно Ты всегда умеешь взять себя в руки Есть один старый способ Меня ему научил Весемир, а его бармен Отведешь меня в горы И напоешь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками И весьма успешно Эй! Ты пожалеешь Капуша Я тебе покажу Сначала догони Сейчас получишь У тебя нет шага Эй! Это не честно Сейчас получишь Подписывайся Этого я тебе не прощу. Хороший бросок. Этого я тебе не прощу. Шутки кончились. Шутки кончились. Шутки кончились. Хороший бросок. Шутки кончились. Шутки кончились. Шутки кончились. Ха-ха-ха-ха, у тебя нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Продолжение следует... Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Крестьяне боялись этого места, а барон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослужных детей. Интересно, как он сейчас? Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. С Анной не все было в порядке. Жалко. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что Имлерих тоже появится, как почетный гость ведьм. Многое знаешь. А Валак хороший учитель. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? А Валак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Айенейля. В Велине это ведьма. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если А Валак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь шабаша. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Велинские крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Масса следов. Здесь прошла толпа крестьян. А Валак говорил, что самая большая слабость Имлериха – тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй – карантин – скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалака. Стрелять? Валакусы и когда-то служу хозяином. Но он же... Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник, не годится отказывать им в гостеприимстве. Мне на праздник, нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там, вон, костры. Посидите, еды и питья хватит на все. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. Идите за мной. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше троих. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются. Счастливыми. Рядко кто остается потом в ведрине. Они уходят искать счастье по свету. Значит, хозяйки спускаются к вам? Если бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, сбустится. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет восьми, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют? Да, так и проходят наши дни. Става лета в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желуди. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины Велина собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чахотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велин? Никогда не хватает. Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Приветствую. Покажи свои товары. Бой-вай. Покажи мне свои товары. 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 Покажи мне свои товары.